Как часто вы сталкиваетесь с опасностью? Не часто? Да вряд ли. Потому что вы выходите на дороге, а на дорогах рядышком с вами есть пешеходы, но есть еще и водители. Да, машина это не самолет, но в самолете все проще. Вперед, снижаем скорость. Вправо, влево, вверх, вниз. Куда может поехать машина? Снизить скорость. А вот вправо и влево, и тут всего лишь дорога. Так что не попрыгаешь. Кроме того, машина не может остановиться быстро. Вот с этим вы сталкиваетесь постоянно. То есть вы хотели бы быстро остановиться, а не получается, не получается вообще. Потому что вы не включаете свои мозги. Да, есть люди, которые помогают включать вам мозги. Кто они? Догадайтесь сразу. Работники полиции. Они следят и показывают, как надо ездить. К слову, скорости, конечно, меньше, чем в самолете, но количество пострадавших больше в сотни, а то и тысячи раз. Потому что пилоты постоянно проверяются, а водительская проверка только в головах. К слову, любое воздушное судно управляется двумя пилотами, а в машине один водитель. Вы понимаете, о чем я вам говорю? Или нет? Машина, по сути, как самолет, но без крыльев. Тема-то понятна? Большие машины тоже. Но человек-то один. И это про водителей. Теперь про пешеходов поговорим. Я их типа уважаю как водитель. Но простите, при переходе под знак вы хоть посмотрите на дорогу, то нет, премся без головы. Зачем? Машина не останавливается сразу. Это невозможно. Где ваша голова? То. А, а, а. Особенно зима. Вах, я на пешеходном переходе. А вы водители лохи. Только потом вы в больнице, а мы отмазываемся. Потому что гололед то. Но давайте пешеходу думать, прежде чем идти то. К слову, регистратор показывает все ваши косяки. Бежать за маршруткой и трамваем не надо. Сэкономишь минуты. А можно и жизнь потерять. Зачем колбасить себя и водителей? Давайте думать, а потом делать. Вы, конечно, хотите, чтобы на каждом пешеходном переходе был полицейский. Но поверьте, такого не бывает в природе. Полиция работает. И вы это видите. И будете видеть далее. Потому как я сторонник правил. Мы покатаемся по дворам, пройдем по парковкам с эвакуатором. В городе много есть мест, где вина водителей более чем очевидна. Но давайте поймем, что от соблюдения правил зависит наше будущее. Или, может быть, я не прав? Как показывает анализ транспортных происшествий, аварийные дни недели у нас в понедельник и пятница. Аварийно опасное время. Также у нас выпало на часы пик утреннее время с 8 до 9 и вечернее с 16 до 18. То есть, как я уже говорил, город едет на работу и город возвращается с работы. Значит, по итогам уже 9 месяцев в городе определился еще один очаг дорожно-транспортных происшествий. Шоссе западное, перекресток шоссе западной улицы Гагарина, регулируемый у нас получается перекресток. Совершено 3 ДТП, в котором 4 человека получили ранения. Причина совершения дорожно-транспортных происшествий – не предоставление преимущества встречного движения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова